Сегодня я хочу поговорить о такой теме, как триангуляция нарцисса и чем она отличается вообще от измены. Потому что я чувствую, очень многие жертвы начинают вести себя так, жертвы так называемые. Все, мне изменили, значит он нарцисс, он меня мною триангулирует. Триангуляция не имеет ничего общего с изменой, там действуют другие механизмы. Измена – это когда партнер не удовлетворен чем-то какими-то. За изменой обычно стоит эмоциональная или сексуальная неудовлетворенность. В триангуляции здесь действуют другие механизмы. Термин триангуляции ввел Сэм Вакнин, исследователь нарциссизма. И происходит слово «триангуляция» от слова «треугольник». Имеется в виду треугольник кармана, где есть преследователь, спасатель и жертва. И жертва и преследователь втягивает какого-то третьего лица либо на роль преследователя. Когда нарцисс говорит, ой, меня там кто-то преследует, там все хотят со мною быть, смотри, как мне там все звонят. Организовывает ему, чтобы ему звонили. То есть он может даже до такого доходить, что оставляет где-то на сайте знакомое свое имя, и ему постоянно звонит. Будучи в отношениях, смотри, какой я популярный, меня преследуют. А вас он заставляет быть в роли спасателя. Спаси меня от этих баб. Или какой-то там гараж заведет, всем там мозги прочистит. И вот начинает вас ставить на роль спасателя. Спаси меня от этих ненормальных. А сам будет в роль жертвы. Почему это треугольник? Потому что роли постоянно меняются. Потому что в какое-то время, в какой-то момент вам надоест эти откровенные измены, и вы будете уже в роли агрессора, преследователя. А он уже будет в роли жертвы. Что вы на него нападаете или начинаете изменять в ответ. Тогда он вступает в роль жертвы. Самый известный нарциссический треугольник, который очень печально закончился, это был треугольник нарцисса Лилии Брик, в который она втянула своего мужа Брика и Владимира Маяковского. Кончилось это все трагично. Владимир Маяковский застрелился. Не знаю, что там у Маяковского. Разные есть версии. Он тоже был довольно-таки токсичным товарищем. Ну, как минимум, там пограничное было что-то. Вот это внизу, вот это сама Лилия Брик. Как видите, они очень любят, нарциссы обожают высылать голое фото. Они любят манипулировать вот этим своим телом. И поэтому очень типичная характеристика нарциссов – это то, что на сайте знакомства обязательно увидите хотя бы одну фотографию, и он будет у него голый. Если уж совсем это не церебрал, то обязательно будет голыми. Они очень любят это делать таким образом. Несмотря на то, что секс они не любят как таковой. Но вот они любят вот этим манипулировать. Чем он отличается от измены? Измены – это обычный человек чем-то неудовлетворен. Здесь никакой неудовлетворенности нет. Здесь просто вас втягивают в какую-то игру. Типа побегай за мной заставляют вас, убедить вас в том, что за ним все бегают. Либо стать жертвой, либо потом спасателем. Когда он уже спасает вас, жертва начинает говорить, да ладно, да успокойся. У тебя там какие-то там… То есть там роли постоянно меняются. И за счет того, что идет постоянно вот этот вот драматический театр, как говорится, там устраивается. Нарцисс раскачивает вас на эмоции. Нарцисс обожает чувства, когда его ревнуют, обожают. Они специально это провоцируют. Обожают, когда его преследуют какие-то другие жертвы. И обожают быть роли жертвы и спасателями. Поэтому ему все устраивает. Где бы он ни находился, его будет все устраивать. Это отличает. Потому что я начала замечать, вот появилась одна вот какая-то женщина, которая утверждает, что она жертва нарциссов. Она утверждает, все изменил, значит, это триангуляция. Это неправильные установки. Не надо к доморощенным экспертам обращаться. Потому что тут… Чем она будет отличаться? Это обычная демонстративность. То есть нарцисс не будет даже пытаться. Либо будет скрывать, но так поверхностно. Либо это будет делать откровенно и демонстративно. Потому что ему нет смысла скрывать. Если он скрывает, то это уже не триангуляция. Все демонстративно. Он может рассказывать, как там ему на работе преследуют какие-то тетки. Либо у него там появилось кто-то, да, вот что посоветовать. Но здесь еще есть один такой аспект. Иногда нарцисс воспринимает вас как частью себя. И рассказывая, как он там ухаживает за другими партнерами потенциальными, он в этом не видит ничего плохого. Он думает, ну подумаешь, я там погуляю. Что здесь плохого? Кому? От тебя типа не убудет. Вот у него есть такая. Плюс здесь самое важное, самое интересное. Почему нарцисс триангулирует? Помимо внимания и так далее, драмы. Он на вас, как известно, когда идет вопрос о травматической связи с вами, там будут абсолютно другие мотивы к триангуляции. Смотрите, как известно, нарцисс, когда проецирует на вас образ своего родителя, от которого ему не удалось сепарироваться, изменяя с кем-то вам, он вам как бы говорит, мама или папа, смотри, я стал, я сепарировался от тебя. Он воспринимает вас как своего родителя, а не как партнера. А вот этих партнеров, с кем он изменяет, он их как массовку берет, массовка как-то еще там, да, чтобы вам показать, насколько он взрослый, насколько он сепарировался. То есть ему нужно, нарцисс всю жизнь страдает от того, что он в детстве, у него не было возможности от сепарироваться от родителей и стать отдельной личностью, личностью, сформировать границы личности, стать взрослым. И он всю жизнь ищет, чтобы завершить этот процесс сепарации. И измена – это вот эта часть. То есть, и поэтому он очень сильно удивляется, почему вы злитесь. Вы же просто мамочка, а он мальчик-подросток или девочка-подросток, который просто гуляет с девочками. И вам не нужно этому удивляться. Вот это очень интересный момент.